Привет-привет, с вами Женя, и мы продолжаем проходить бесконечное лето. Но сперва у нас рубрика «Письма в редакцию». Мне написали, что я преувеличил популярность Лены, и что не у нее одно есть храм ВК, что у той же Алисы больше подписчиков, и вообще мне надо изучить комьюнити и тадададададад... Ну что ж... Действительно, я вкратце упоминал раньше, что есть храмы, посвященные другим персонажам И, пожалуй, я в самом деле несколько преувеличил количество картинок с Леной Дело в том, что ее паки выкладываются в комьюнити Стима прям-таки конвейером Чего не наблюдается с другими К тому же есть другие сайты, всецело посвященные сбору артов с Леной и хороших и не очень Так что в 10 раз или не в 10, но все же с ней творчества будет побольше И его явно пиарят куда больше Но дело в том, что слово «культ» мне пришло в голову не из-за числа картинок или подписчиков А из-за, скажем так, особого хода мыслей, который там прослеживается Мне трудно в двух словах это выразить, но если мы зайдем в свод правил У той же Алисы или там Слави, то там будет все просто Ну, не оскорблять, не хулиганить, не разжигать В общем, вести себя прилично, да и все К этому все сводится А что до Лены То там Есть целые абзацы О том, что можно И чего нельзя Говорить Или изображать Про саму Лену Ну, например Да не упомяни ты ножа в суе Ибо будешь забанен Немедля Причем Это до такой степени строго, что там есть Целая дискуссия О том, почему нельзя было нарисовать Как Лена режет ножом торт То есть, по их мнению, ей нож в руки вообще нельзя давать А то Она еще Ненароком А еще там мы упоминали что-то про Ликвидацию Алисофагов Которые, видимо Не вписывались во все это Благолепие И даже упоминалось, что К сожалению, физическая расправа Преследуется по закону К сожалению Ага А то бы они их ликвидировали Не только у себя В общем, это Не просто культ Это какой-то Кровожадный культ Богиня явно любит Жертвоприношения Там есть еще Как бы это сказать Подразделение для Эротического контента Наверное, там тоже есть свои правила Что можно и чего нельзя С ним делать Я не знаю Это закрытая группа То есть То есть По большому счету Как я и говорил Это не просто Обычные поклонники Нет Эти люди Выстраивают Культ Вокруг Маски Своей богини И изо всех сил Стремятся Вымарать То, что под этой маской Находится Им страшно Под нее Заглядывать И они любуются Только вот на Ту самую скромную Застенчивую Стесняшку Которая Еле заметно Улыбается И краснеет Причем они По-видимому Хотят ее Законсервировать В таком Состоянии Навечно Ну то есть В игре Это она С Семеном Как-то там Преображается В хорошую Или сторону В плохую Не важно Но нет Тут мечтают Что она всегда Будет Вот такая вот Ой Ты Наверное Новенький Да Ой А что ты Тут Делаешь Ой Какая Неожиданность Что Ты Пришел Ой Я сделала Бутерброд С Колбасой А почему Ты Порезала ее Вдоль Ладно Это Плохая Шутка Я говорю Меня бы Забанили Наверное Там Через Пять минут Я ж Не могу Чтоб Как поручик Прийти И все Не опошлить Так О чем Я говорил Вообще А Да Вот Так вот Для многих Мужчин Это Привлекательный Образ Когда Женщина Выглядит Хрупкой И Уязвимой Ее хочется Защитить Пригреть Вот это Вот все Поэтому Именно Вот эту Маску Они Там У себя Культивируют И Яростно На нее Молятся И Вот этими Самыми Строгими Правилами Я думаю Очень Просто Объясняется Почему у Лены Меньше Подписчиков Чем у Алисы Ну то есть Их могло бы быть Больше Просто Многие Там Надолго Не задерживаются Ну Ну из-за Таких Правил Нечаянно Ляпнешь Какую Ересь И Тебя Раз Бан 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 Буде Хволя Они бы Авторов Игры Наверное Там у Себя Забанили Ну Авторы То сами Как истинные Двачеры Не стеснялись В самой Игре Отпускать Шуточки Про Вскрываемся Ну В общем Что-то я Заболтался Это уже Получается Не прохождение Какие-то Скандалы Интриги Расследования Давайте Продолжим Таки Хорошую Концовку Где мы Там Остановились Так Как же Мне Понять Мне нужна Какая-то Новая порция Информации Потому что Я не Ой Мне только Попалось На глаза Да Эта рука Будет сниться Мне в кошмарах Наверное Ладно Да Давайте Прикроем Ее Так О Так Лучше Что ты на меня Так смотришь Как будто Привидение Увидел Но Мы же Почему я Опять Здесь На секунду Меня хватил Сильный Страх Неужели Мне так и Не суждено Выбраться Отсюда Мы же С тобой Ехали В автобусе В каком Еще Автобусе Вчера Вчера Да Вчера Вчера Не помнишь Лена Задумалась Вчера Ничего Такого Не помню Наверное Тебе Просто Приснился Плохой Сон Почему Плохой Сон Был Как раз Очень даже Хороший Там Кроме Автобуса Еще Было Всякое Ладно Если Учесть Что Все Происходящее Так Сильно Смахивало На Галлюцинацию То Получается Уже Сон Внутри Сна Ладно Давай Разберемся Я попытался Мыслить Логически Вчера Закончилась Смена Все Пионеры Уехали А мы Остались И вот Мы с тобой Сели В автобус И поехали В райцентр Не Надо было Говорить Сперва Ты меня Накормила Печеньем Потом Я был Томат А потом Мы сели В автобус На лице Лены Читалось Явное Недоумение Ты Прикалываешься Надо мной Что ли Ни над кем Я не Прикалываюсь Последний День Сегодня Подожди Значит Сколько Всего Я Здесь Лена Начала Загибать Пальцы На какой Руке Давай На Левой Руке Лучше Потому что Правая Получается Семь дней Не восемь Семь Точно Семь Я Бессиленно Вздохнул И закрыл Лицо Руками Так Хорошо Подождите Подождите Если Уже Уже Сегодня Успели Сделать А то Как Бы Семен Уже Успел Побывать Томатом Или Не Успел Вот Это Мне Интересно Что Что Еще Еще Одна Загадка Добавилась К Массивному Списку Тайн Этого Лагеря Ладно Предположим Но Что-то Мне Кажется Что Сегодня Уехать Не Получится Семен Семен Спроси Был ли Ты Томатом Ну Но Это Как Бы Важно Ты За Этим Сюда Приехал В Лагерь Стать Томатом Почему Интуиция Ты Сегодня Какой-то Странный Ну Пожалуй Есть Причины Не Хочешь Мне Рассказать Я Внимательно Посмотрел На Не Вообще Она себя Ведет Явно Так Как Будто Они Семеном Уже Успели И Помириться И Сблизиться И все Остальное Ну Потому Что Если Семену Все Приснилось Если Семену Приснился Весь Тот Седьмой День То Шестой День У них Как бы Закончился Не Очень Очень Даже Не Очень То То Они Там Разругались Вдрызг И А Сейчас Она Такая Спокойная Как будто Ничего Не Случилось И Он Почему-то Опять Спит На Лавочке У нее На Коленях Судя По Всему Когда Они Успели Помириться Как Это Произошло Вот Это Семену Надо Надо Спросить В Первую Очередь Хочу Действительно Почему Нет Когда Наконец Представился Реальный Шанс Вырваться Из Этого Лагеря Ничего Не Получилось Так Что Я Теперь Теряю С Чего Начать Начни Сначала И Продолжай Пока Не Дойдешь До Конца Как Дойдешь До Конца Кончай Да Точно Значит Родился Учился Женился Ну Может Еще Не Женился Конечно Еще Не Вечер Да Не Вечер Так В общем Понимаешь Я как бы Не из этого Мира По ее лицу Было видно Что ничего Она не понимает Ну Семен Что ты Не от мира Сего Это Легко Понять Выразись Чуть Конкретнее Я Сюда Попал Случайно И Сам Не знаю Как И Какой Твой Мир Спросила Лена Серьезно Он Ну В сущности Такой же Но Лет на двадцать Старше Этого Твоего Мира Вы уже Летаете В космос Ну И вы Летаете Если уж На то пошло Другое дело Что Шибко Далеко Мы не Продвинулись В этом Направлении Как Интересно Я не мог Точно Понять Воспринимает Лена Меня Всерьез Или Просто Делает Вид Кроме Того Жил Я Совсем В другом Месте Судя По Пейзажу Гораздо Севернее В Большом Городе Я Никогда Не Была В Больших Городах Может Оно И К Лучшим Покажешь Мне Свой Дом Похоже Она Все Так Относилась К Нашему Разговору Не Менее Серьезно Чем Я Ага Давай Лен Махнем Со Мной Сразу Ко Мне Я Покажу Тебе Свой Дом Зачем Нам Твои Родители Нужны Зачем Пусть Они Там Думают Что Хотят А Мы Поедем Смотреть Мой Дом Конечно Она Она Говорит Это Серьезно Семен Ну Я Даже Не Уверен Что Он В Этом Мир Существует Ну Лена Надула Губки Ну Я Говорю Она Прикалывается Да Хорошо Покажу Конечно И Как Же Ты Сюда Попал Понимаешь Лена У нас Традиция Каждый Год 31 Декабря Мы Ладно Ладно Это Из Другого Произведения Однажды Вечером Я Сел На Автобус 410 Маршрута И Проснулся Уже Здесь Больше Ничего Не Знаю 410 Маршрут Это же Тот Который На Остановке Да Только Мой 410 Ходит Несколько В другом Месте И Времени И Пространстве Планируешь Вернуться Сказала Лена И В ее Голосе Я заметил Нотки Недовольства Я Не знаю Как А Если Б Знал Ну Ты Такие Вопросы Задаешь А что Так Ну Вообще Хочет Семен Оставаться Или нет Зависит От того Что у Вас Зависит От того Что между Вами Сейчас Есть Если Между Вами Сейчас Все Хорошо То Можно Попробовать И остаться А если Все Как Вчера Было То Лучше Не Надо Там Там Большая Угроза У Семена Для Жизни И Здоровья Ничего Просто Понимаешь Я Только Недавно Начал Приходить В себя Первые Часы В этом Лагере Были Для Меня Таким Шоком Что Что Даже Не знаю Давай Семен Расскажи Как ты Катался По траве И рыдал Обломов Ты наш 21 Века Ладно У тебя Еще Есть Время Подумать Время Подумать Похоже Если Даже Лена Верит Моим Словам Вся Ситуация В которую Я попал Вряд ли Кажется И чем-то Большим Чем Досадная Неприятность Возможно Ли Если Лена Не такая Как Все Тут Возможно Ли Что Она В курсе Насчет Перемещения Между Мирами Через 410 Автобус В любом Случа От меня Ничего Не Зависит Возможно Даже Если Я Захочу Остаться Понимаешь Тот Кто Забросил Меня Сюда Может Точно Так Ж Вернуть Меня Обратно Я Думаю Что У любого События В жизни Есть Причина Значит Ты Не Просто Так Сюда Попал Возможно А если Ты Еще Не Вернулся Получается Ты Нужен Здесь Ну И Такой Вариант Не Исключаю Да Давай Лена Пошли К тебе В домик Там Печенье У тебя Оставалось Вот И там Мы Поговорим Об этом Подробнее Зачем Я Здесь Нужен Что Мне Надо Здесь Делать Вот Это Вот Все Эй Пора Собираться Ольга Дмитриевна Вы Приехали Подождите Вы Не Приехали Вы Еще Не Уехали Вы Так И Здесь Черт Так Так Совместное Поедание Печенья Юбилейного С Леной Срывается Но Все равно Лена Ведет Себя Так Как Будто Оно Уже Произошло Серьезно Как Будто Все Уже Было Вот Как Он Здесь Заснул На Лавочке Объясните Мне Кто Нибудь Что Было До Того Как Он Здесь Заснул Чем Он Занимался В первую Половину Дня Седьмого Издалека Донесся Голос Вожатой Слышал Да Да Мне Собирать Нечего А Мне Вот Есть Чего Значит До Встречи У Автобуса Может Я Помогу Не Надо Лена Улыбнулась И убежала В сторону Своего Домика Э Ну Ладно Если Там Мику Еще Собирается То Так И Быть Можно Оставить Лену Без Присмотра Ненадолго Я же Остался Сидеть На Лавочке Пытаясь Отойти От Шока Мысли Так И Не Пришли В Порядок Одна Теория Сменялась Другой С одной Стороны Само Попадание В этот Лагерь Куда Более Странное Событие Чем То Что Я Не Смог Отсюда Выбраться Но Что Теперь Что Мне Делать Где Гарантии Того Что Получится Уехать Во Второй Раз Хотя Че Волноваться Теперь То Уж Я Точно Знаю Что От Меня Совершенно Ничего Не Зависит Может Быть Стоит Откинуться На Спинку Кресла И Наслаждаться Полетом Я Невольно Улыбнулся Тем Более Теперь У меня Появилась Дополнительная Причина Не Спешить С Отбытием И Эта Причина Лена Возможно Она Права Я Здесь Не Просто Так В конце Концов Даже Если Смогу Сузить Круг Возможных Объяснений Моей Ситуации До Разумного Минимума Их Все Равно Останется Тысяча И Одно И Изматывая Себя Их Анализом Я Вскоре Сойду С ума Так Не Лучше Ли Остановиться На Чем То Одном Может Быть Этот Мир Не Так Уже Плох Тем Более У меня Впервые За Долгое Время Появился Стимул Жить Семен Этот Мир Не Так Уже Плох Пока Тебя Здесь Бесплатно Кормят И Содержат А Если Вы Уедете Отсюда Из Лагеря То Этот Мир Может Тебе Не Сильно Понравиться Пока Еще Туманный Но В то же Время Он Есть Он Существует И Сейчас В моих Силах Не Бездарно Потерять Его А Развить Во Что-то Больше Ага Уже Бежишь И Развиваешь Аж Пятки Засверкали Давай Развивай Я Посмотрю С Такими Мыслями Я Встал И Направился К Домику Ольги Дмитриевны Чтобы Закинуть Свои Нехитрые Пожитки В мешок И Навсегда Отбыть Из Пионер Лагеря Совенок Мешок Какой У тебя Мешок Кому-то Это Может Показаться Странным А Мне Оно Именно Таким И Показалось Но До Рай Центра Мы Все-таки Доехали Да Так Вообще Спросил Бый У Кого-нибудь Как Он Называется Это Самое Интересное Сейчас В автобусе Меня Опять Разморило И Я Заснул Проснувшись В ужасе Начал Бегать По Салону Жадно Хватая Ртом Воздух Но Вскоре Понял Что Эта Длинная Неделя Закончилась Ты На Глазах У Всех Бегал По Салону Я Представляю Себе Эту Картину Я У У У У Не Оставалось Времени Чтобы Рефлексировать Искать Ответы Да Что Там В иные Минуты Я Вообще Забывал Про Лагерь Как и Любой Человек Попавший В совершенно Незнакомое Окружение Я Находился В полнейшем Смятении У Меня Не Было Документов Даже Банального Свидетельства О рождении Не Было Каких Либо Навыков Чтобы Заработать Себе На кусок Лена Вернулась К своей Привычной Жизни Заканчивала Школу Готовилась Поступать В институт Как я Предполагал Ранее Лагерь Находился На юге СССР В автобусной Доступности Трайцентра Где Жила Лена Небольшого Города С Населением Около 100 тысяч Человек Как Назывался Город В нем Не Было Совершенно Ничего Примечательного Один Завод Градо Образующие Предприятия Ряды Ветхих Пятиэтажек Сельские Домики На окраине Продуктовый Магазин Работающий До семи Вечера И Универмаг В котором Был рай Для шопоголика Калоши Зимние Резиновые Тулуп Женский Из овчины Шапка Мужская Андатровая Раньше Я бы уже Спустя Несколько Минут С воплями Бежал бы Из подобного Места Подальше Но Теперь Это был Мой Дом В 20 Веке В Европе Случаи Голодной Смерти Были Редки Так что Кое-как Устроиться Я все же Смог Меня Взяли Помощником Токаря На завод И Выделили Комнату В общежитии Подожди Семен А ты Школу Выходит Так и Не Закончил Ты У нас Раньше Был Без Высшего Образования Ну То есть Незаконченное Высшее А теперь У тебя Незаконченное Среднее Будет Такая Трудная И непонятная Сперва Работа Через Некоторое Время Начала Приносить Определенное Удовольствие Конечно Немалую Долю В нем Составляла Возможность На полученные Деньги Купить Поесть Время Время Шло Я Рос По Карьерной Так Сказать Лестнице И Стал Старшим Смены Коллеги Удивлялись Моим Способностям И Трудолюбию Удивлялся Им Я Сам Лена Закончила Школу Я Провел Несколько Ночей В обнимку С Калькулятором Высчитывая Графики Расходов И Доходов И Решил Все Таки Предложить Ей Пожениться Так Подождите Ну то есть Ну вы таки Помирились Я так Я догадался Что вы Помирились Но Как это Случилось Это раз А во вторых Выходит В этом мире Все Есть И за пределами Лагеря Тоже Да Есть Как минимум Город Потому что Раньше Мне у себя В качестве Объяснения Ну вырисовывалось Как то что Мира за пределами Лагеря Здесь Не существует Что Оно все Как бы Ну Зацикливается Закругляется Ты Не можешь Уйти Тот пионер Тот психованный Семен Он Пытался Пытался Уйти Из лагеря И у него Никак Это не Получалось Или Может быть Лена Ему Загрузила Свой мир Я не знаю Не помню Уже Долго ли Она думала Предлагала Ли составить Брачный контракт Или отнекивалась Ввиду отсутствия Приданого Семен Какие Брачные контракты В Советском Союзе То что Но вскоре Мы уже жили В комнате В коммунальной Квартире Рядом с заводом За которую Приходилось Отдавать Две трети Зарплаты Что Благодаря Советскому Образованию Бесплатному Для всех А может Настойчивости Жены Через некоторое Время Я очутился На первом Курсе Вечернего Отделения Местного Политехнического Университета Подожди Семен Ты школу Закончил Как ты Совмещал Школу С работой Помощником Токаря И Как ты Всем Объяснил Где Твои Родители Вот Эти Вот Вопросы Ты Как-то Почему-то Пропустил А очень Интересно Было бы Узнать Сначала Я Рьяно Протестовал Мотивируя Это тем Что Честному Пролетарию Ни к чему Подобляться Вшиво Интеллигенции Но Потом Здраво Рассудил Что Имея Диплом В жизни Продвинуться Будет Легче Учиться Было Не Очень Сложно Сказывался Какой-то Багаж Знаний Оставшийся Со времен Моей Первой Попытки Получить Высшее Образование Время Шло Страна Вступала В эпоху Перемен Конечно Об этом Я знал Но Тем Не Менее Все Свалилось Как Снег На Голову Подождите То Есть Это Другой Мир Но Тем не Менее Он В точности Повторяет В своем Ходе Времени Мир Семена Так А Почему Почему Быть Здесь Историей Не Ити Вообще Совсем По Другому Можно Провести Аналогию С Лавиной В горах Как К ней Не Готовься Все Равно Похоронят Завод Приватизировали А затем И Закрыли Частный Извоз На Копейки Доставшийся От Тестя Много Денег Не Приносил Я Уже Был Готов Пойти Работать Вожатым В Совенок Семен Давай Блин Это такая идея Для продолжения Была бы Да Снова В Совенок Семен Вожатый С кучей Пионерок Ну Правда Это Выглядело Бы Уже Ладно Не будем Развивать Эту мысль А то Товарищу Майору Может Не понравится Как Неожиданно Умерла Какая-то Троюродная Тетя Двоюродной Бабушки Лены Оставив Ей В наследство Однокомнатную Квартиру Где-то В Центральной России На Семейном Совете Было Принято Решение Переезжать Начало Девяностых Мы встречали На тесной Кухне В Хрущевке За просмотром Лебединого Озера Перебиваясь Случайными Подработками Я скопил Кое-какую Сумму И решил Перебираться В город Побольше И выбор Пал Само собой На мою Малую Родину Сегодня Уже Далеко Не все Знают К чему Там Было Лебединое Озеро Квартиру Было Решено Продать И вложить Деньги В бизнес Какое-то Время Мы Можно Сказать Купались В роскоши Огромные Норковые Шубы Дорогие Иномарки Рестораны Заграничные Поездки Мне Как и Многим В то Время Удалось Каким-то Чудесным Образом Раскрутиться С нуля Оу Семен Ты Стал Новым Русским Классно А ты Знал Что Многие Новые Русские Плохо Заканчивали Занимался Я продажей Строительных Материалов В то Время Это Был Выгодный Бизнес У многих Появились Лишние Деньги Которые Просто Необходимо Было Вложить В постройку Помпезных Коттеджей Может быть Все таки Продолжалось Но Девяностые Не зря Называют Лихими Я Столкнувшись С рэкетом И коррупцией В одночасье Оказался С пустым Холодильником Не менее Пустым Кошельком И горьким Привкусом Крови Во рту О Я почти Угадал Ну Семен Ты еще Ничего Нормально Отделался Многим Не так сильно Повезло Тогда-то Я и вспомнил О своем Статусе Человека Из будущего Невозможное Советское Время Тотализаторы Расцвели Буйным Цветом Я тут же Бросился Делать Ставки На все В исходе Чего Был Уверен Однако И здесь Меня ждало Разочарование Матчи Выигрывали Совсем Не те Команды Что должны Были Даже Чемпионом Мира 94-го Года Стала Не Бразилия Здесь Только Всего Пишут А где Хоть Одна Картинка И Такое Ощущение Что я Книгу Читаю А не Визуальную Новеллу Мне кажется Визуальная Новелла Должна Быть Как-то Чуть Повизуальнее Что ли Когда я Дома По телевизору Смотрел Футбол Все было Как положено Но стоило Мне принести Последние Гроши В букмекерскую Контору Когда же Заведомо Уступающий В классе Соперник Чудесным Обыгрывал Грандов Ну все Семен Покатился По наклонной Я чувствую Сейчас Я Прочитаю Про то Как Лена С ним Развелась Да Оттяпала Половину Квартиры Ээээ Пробовал Я себя И на поприще Политического Советника Однако И тут Меня ждала Неудача Высшее Общество С голым Задом Не берут Семен А что Ты тогда Успел Попробовать На поприще Политического Советника Поразительно Как тебе Вообще Эта мысль Пришла В голову Не знаю Сколько бы еще Продолжались Хождения По мукам Но в моей жизни Случилось событие Перевернувшее Все У нас с Леной Родился Ребенок Это Так Еще раз Как это Как это было Семен теряет В разборках Свой бизнес Последние гроши Спускает на Букмекера Остается Без копейки Денег Без Перспектив На будущее Да С пустым Холодильником И они Принимают Решение Рожать Ребенка Поразительно Это так Продуманно Это так Дальновидно Это Замечательно Я думал Я думал Будет развод И девичья фамилия Но нет Давайте Давайте Почитаем В каких Условиях Какое Детство Обеспечит Семен Своему Ребеночку Я Наверное Повествование Время Текло Медленно Денег Хваталось Грехом Пополам Я Сутками Торчал На работе Выкраивая Время Чтобы Сдавать Экзамены А Лена Сидела С Ребенком Тогда Я Начал Писать Помню Этот день Как Сейчас Время Было Уже Заполночь Я Сидел На кухне За стареньким Списанным На работе 386 И Остервенело Отстреливал Монстров Во втором Думе У тебя Второй Дум Не тормозил На 386 У меня Помню Тормозил Спать Хотелось Ужасно Но Компьютерные Игры Хоть немного Отвлекали Меня От бесконечности Серых дней Пройдя очередной Уровень Я вдруг Задумался Обо всем Что мне пришлось Пережить За последние Годы Слишком Много Для одного Человека Тогда-то Мне пришла В голову Мысль Записать Все Что со мной Произошло Открыв Текстовый Редактор Я накидал Пару сотен Слов С четким Намерением Продолжить Завтра Однако Ни на следующий День Ни через Неделю Я даже Не вспомнил О том Что написал А Ну это На тебя Похоже Спустя Наверное Месяц О моей Незаконченной Книге Напомнила Лена Незаконченной Это называется Еле начатой Семен Не преувеличивай Напомнила Лена Что-то Печатавшая На компьютере Я Перечитал Написанное И в ужасе Удалил Почему Тогда Появились Первые Сомнения О силю Ли В конце Концов Это же Выходит Целый Роман Эпопея А я И двух Предложений Связать Не могу Да и Про себя Писать Непросто Творчество Было Отложено В долгий Ящик Двухтысячный Год Я Встречал Дипломированным Специалистом В должности Начальника Отдела Переезжая На новую Квартиру В старом Хламе Определенном На помойку Я нашел Свой старый 386 И тут же Вспомнил О том Что собирался Написать Книгу О своей Жизни И Усмехнулся Как Глупо Однако Спустя Некоторое Время Я все же Открыл Ноутбук И Накидал Некий План Короткого Рассказа О том Как Молодой Человек Без Особого Рода Занятий И Стремлений Оказывается На Другой Планете Довольно Глупый Сюжет Под стать Которому Была и Смысловая Составляющая Вкупе Со Стилистикой Орфографией И Пунктуацией Я Показал Рассказ Что написано Неплохо И Посоветовала Продолжать Знаешь Семен Ты бы Поподробнее Описал Лучше Лену Потому что Ну про тебя С тобой И так Все понятно Вот с Леной Как Вы там Не ссорились Не Не было Больше Вот этого Вот всего Там Что Все ровно Вот прям Прям Вообще Вообще Ровно Ну И Судя по всему Раз она Тебя Терпит Столько лет В богатстве И бедности В горе И в радости Даже поразительно Спустя Примерно Год Ящик В столе Отведенный Для моих Литературных Потуг Переполнился Тогда мне Это показалось В высшей степени Странным Я же Целыми днями Иногда Даже По выходным Торчал На работе А каждую Свободную Минуту Старался Проводить С семьей Однако Что получилось То получилось Тогда же Я решил Попытаться Опубликовать Свои Рассказы Как и в случае С любым Начинающим Писателем Возвращались Одни лишь Отказы Но парочку Все же Приняли В том числе Первый Мой Рассказ Я был На седьмом Небе От счастья Конечно За публикацию Мне ничего Не заплатили Но зато Мое творчество Будут читать Люди Значит Оно кому-то Интересно Время Шло У нас С Леной Родился Второй Ребенок А я В свободное Время Неспешно Пописывал Роман Нет Не о своей Жизни Не о пионер Лагере Этих тем Я решил Никогда Больше Не касаться В своем Творчестве Все Произошедшее Много Лет Назад Казалось Мне Волей Божьей Милость Которого Искушать Не стоит Кто знает Что бы Стало Со мной Не проснись Я однажды В автобусе Стоявшем Напротив Ворот Лагеря Савенок Спустя Примерно Год Роман Был Закончен Обив Пороги Известных Издательств Я таки Получил Согласие На публикацию В небольшой Конторке Редактор Пожилой Человек В потрепанном Твидовом Пиджаке И толстых Очках Свисавших Казалось Почти До роскошных Седых Усов Сказал Уровень То у вас Средненький Молодой Человек Средненький Да Однако Мысль Сама В себе Интересная Интересная Да Пожалуй Вам Практики Бы Побольше И это Читать Побольше Да Эти слова Я запомнил На всю жизнь Авторские Экземпляры Причитающиеся В качестве Гонорара Я раздал Друзьям И коллегам Лена Лена Которая Впервые Мой Роман Прочитала Только После Выхода Сказала Что ей Очень Понравилось Думаю Скорее Чтобы Не Расстраивать Меня Время Шло Дата На календаре Неумолимо Приближалась К тому Дню Когда я Был Вырван Из Своего Привычного Мира И брошен В эту Реальность Начавшуюся С таинственного Пионерлагеря И Заканчивающуюся Здесь Теперь Я успешный Писатель Хотя бы Судя по Тиражам Моих Книг У меня Прекрасная Жена И двое Детей Жизнь Совершила Полный Оборот Так Подожди Семен Хорошо Положим Когда ты Приехал В райцентр Ты не мог Найти Своих Родителей Но Они же Были Если В этом Мире Все Твои Родственники Все Друзья В точности Повторяются В точности Повторяют Твой мир Здесь Должны Были Быть Твои Родители Ты Должен Был У них Там Родиться Независимо От Тебя Нынешнего То есть Там Где-то Должен Был Существовать Второй Ты Все Это Время Где Ты Где Он Где Вот Этот Товарищ Покажите Мне Его Ты Вообще Не Интересовался Этим Вопросом Ты Не Пытался Найти Себя В этом Мире Ты Такой Интересный Человек Семен Тебя Вот Вопросы Которые Первым Делом На ум Приходят В голову Обычному Человеку Тебя Вообще Не Парят Ты Который Должен был Родиться Уже Отменился Или Как Это Произошло Тут Сюжет Такой Что Извините Петля Времени Отдыхает Я Ждал Что Может Сейчас Ты Встретишь Кстати Может Сейчас К этому Подведут Может Я Рано Критикую Может Сейчас Семен Встретит Самого Себя На Остановке 410 Автобуса Сегодня В полночь Начнется Что-то Новое Завтра Которого Я Ждал Столько Лет Ну Хоть Что-нибудь Бы Показали О Чем Думаешь О Наконец То Свершилось Чудо Это Вы Семен Как Ты Возмужал Сколько Тебе Лет Интересно Где-то Наверное 45 Да И Леня Тоже Я Открыл Глаза И Увидел Лену Она Поставила Кружку С чаем На столик Рядом С креслом В Камине Тихо Потрескивали Дрова А за Окном Бушевала Метель Я Укутался В плед И Посмотрел На Лену Знаешь Какой Сегодня День Нет А Какой Помнишь Что я тебе Рассказывал Тогда В лагере Нет Неудивительно За столько лет Я больше ни разу Не поднимал Вопрос Моего Таинственного Попадания В этот мир Ага И Таинственного Выпадания То есть Ты попал А тот Другой Семен Который Родился У твоих Родителей В этом Мире Он Каким-то Образом Выпал Бесследно Из этого Мира Ты его Вытолкнул Здесь Может быть Только Один Семен Помнишь Я рассказывал Что не Из этого Мира Лена Задумалась Ну Что-то Такое Да Так вот Сегодня Как раз Тот день Когда я Много лет Назад Сел В 410 Автобус И проснулся В том Пионерлагере Давай Семен Иди Иди на остановку О Иди На остановку 410 Проверишь Будет ли там Тот же автобус Который тебя Увезет И ты проснешься У себя В квартирке Без работы И с двочами И Леной И двумя Детьми Интересно Интересно Будет ли там Лена И двое детей Получается Годовщина Лена Улыбнулась Да Своего рода Для тебя Это Грустный Праздник Нет Нет Ты что А я вот Почти не помню Что тогда было Может Оно И к лучшему Да Тогдашнего Семена Лучше не вспоминать Лучше о нем Забыть Я подбросил Дров в камин И взял Со стола Кружку Напишу Наверное Роман Прочитаешь Вспомнишь Думаешь Стоит? Лена Сделала Серьезное Лицо Ведь действительно Когда-то Я давал Себе Обещание Не писать Об этом Может И не стоит В конце концов То что было Оно Только для нас Вот и я так думаю Я вздохнул И посмотрел На огонь Знаешь А ведь жизнь Она как свеча У кого-то Короткая У кого-то Длинная И может Погаснуть В любой момент Эээ Семен Не надо Этих мыслей Не надо Я помню Откуда они Но Лучше не надо Углубляться В них Это может Добром Не кончится Ну Тогда Наша жизнь Как этот камин Да Наверное Я посмотрел На нее И улыбнулся Я еще Посплю Немного Лена Поцеловала Меня И мечтательно Уставилась На огонь Глаза Закрылись И вся Моя Действительность Свелась К тихому Потрескиванию Дров Камини Я начал Медленно Проваливаться Куда-то Далеко Далеко Нет Это был Не сон Скорее Теплый Эфир Нежно Обволакивающий Все Мое Естество И что Кто-то Говорил Мне Обратить Внимание На Этот Теплый Эфир Ну А Подождите Это что Значит Что Да У каждой История Сначала И конец У каждой История Есть Есть Все Есть Его Сейчас Выдернули Опять Он заснул И проснулся Где-то В другом Месте Да А Ну да Точно Значит Был Теплый Эфир Раз Это Значит Семен Вошел В Ленн Мир А потом Он прожил Там Вот Какое-то Время И снова Погрузился В теплый Эфир Это значит Что он Вышел Из этого Мира Ну Правильно Значит Будем Опять Рассуждать Логически До сих Пор Мир Савенка Не имел Никаких Намеков На то Что в нем Хоть что-то Совпадает С реальным Миром Семена Не упоминались Годы Не упоминались Населенные Пункты Ничего Он как-то Был стилизован Под его Прошлое Под советское Прошлое Но не более Теперь Семен Внезапно Упав В теплый Кефир С булочками Оказывается В точной Копии Своего Мира Которая Совпадает С реальным Миром Вплоть До всех Его Семена Родственников Вопрос Какое у этого Мира Происхождение Оставим Вопрос Какое Происхождение У самого Совенка Хрен пока С ним Но Вот этот Мир Точно Скопирован С реального Мира Кем-то Кто Знает Этот реальный Мир Очень Хорошо Это Лена Ну То есть Либо Лена В курсе Откуда На самом Деле Появился Семен Про Правила игры В целом И Это делает Отдельные Ее поступки Например Всю плохую Концовку Откровенно Злой И жестокой По отношению К нему И Этот Мир В теплом Кефире Тоже Сделан Леной То есть Тех Семенов Которые Ей Не Приглянулись Она Прогоняет Через Плохую Концовку И Выкидывает Дескать Меня нет Валите В свой Мир Обратно И делайте Там Что Хотите А Тех Которые Ей Понравились Она Перезагружает В свой Персональный Мир В котором Они С ней Живут Как-то Там Пока Ей Не Надоест И Тогда Она Их Тоже Выкидывает Обратно Неизвестно Даже Куда И Вы Говорите Что Там Дескать У Семена С Леной Ничего На самом Деле Не Было Тут Седьмой День Был Ненастоящий Не Надо Не Надо Когда Семен После Этого Седьмого Дня Очнулся На Лавочке Они С Леной Уже Помирились И Лена Вела Себя С ним Так Как будто У них Все Уже Было И Они Больше Не В Соре А Значит Седьмой День Так И Был И По Его Результатам Лена Поставила Семену Зачет Ну Видимо Он ее Там Ну Впечатлил И Решила Взять Его Себе В качестве Игрушечки Домашнего Семена Такого Забавненького Поиграла С ним Наверное Там Потролила Его Малость Втайне Похихикивая Над тем Как он Пытается Ставить На что-то Там В тотализаторе Думаешь Бразилия Выиграет Ага Хрен тебе А потом Так Мало того Что ты уже Старый И с тобой Так как В первый раз Было уже Ну Не то Так тебя еще На ностальгию Потянуло Все мальчик Давай Гуляй-ка ты Отсюда Поищу себе Нового Ну Это мне видится Самым разумным Объяснением Потому что Если предположить Что Лена Вообще не в курсе И этот мир Не ее То Возникает сразу Куча вопросов Типа Кто этот мир Создал Почему он Скопирован С мира Семена И что в нем Делает Лена И что у Семена С Леной Было Чего не было И что считается В Савенке Забыл А что не считает Короче Получается Какая-то дичь Поэтому все Будем считать Что мы разобрались С Леной Это какой-то Очень странный Вирус Троян В мире Савенка И от нее Семену лучше Держаться подальше В любом случае Потому что Ничего хорошего Она ему Не сулит Это Мое мнение А в следующий раз Мы начнем смотреть На Алису Ну Это как бы Логично И Если честно Я ничего хорошего От Алисы Тоже не жду Потому что Она С самого начала Какая-то Не очень Приятная Но Может быть Она тоже Раскроется С неожиданной Стороны Я что-то про это Видел Но Пока Сделаю вид Что Не видел Поэтому С чистого листа Начнем Алису Но не сегодня Этот выпуск И так Сильно затянулся Пора наконец И Отдохнуть Потому что Лена боюсь Сильно перегрела Мой мозг И мне надо Освежиться Если вам понравилось Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Комментируйте И До новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok